В одной школе я проводил урок доброты. И дети писали о том, какое самое доброе дело каждый сделал на этой неделе. И один мальчик написал. Я нашел радиотелефон. Мне очень хотелось оставить его себе. Но неожиданно появилась мысль. Можно позвонить и вернуть телефон хозяину. Эта мысль словно током ударила меня в самое сердце. Но как его отдать? Я уже привык к нему. Меня никто не видит. Я телефон не украл, нашел. Значит, он мой. Но внутри чувствовал, что кто-то говорит со мной, не вернешь. Обманешь свое сердце, свои руки, свои мысли. Предашь самого себя. Мне трудно рассказать, что со мной происходило. Была настоящая война. Но я нашел в себе силы и победил. Я позвонил. Сколько было благодарностей, хороших, теплых слов. И я впервые поймал себя на мысли, что не завидую, как раньше, а радуюсь радости человека. И на душе от этого было легко и приятно, потому что я чувствовал себя победителем. Я победил зло в самом себе. Вот так часто, чтобы сдерживать свои отнюдь не лучшие порывы, человеку необходима сила воли. А теперь ответьте. Сила воли – это физическая сила или нет? Конечно, нет, ответьте вы. И это правильно. Хорошо. Тогда кто скажет, какая это сила? Правильно, духовная сила. А как вы думаете, кто в жизни достигает больше счастья, добрый или злой? Не случайно в сказках побеждает всегда добро. На наших уроках, ребята, вы откроете в себе огромную силу добра. Научитесь осуществлять свои мечты, развивать в себе хорошие качества и узнайте, как сделать счастливыми своих родителей и себя. Ну что же, начнем открывать в себе собственную волшебную добрую силу. Субтитры создавал DimaTorzok